Аллилуйя Наш Господь, Он простирается к каждому из вас Своей любовью, своей нежностью Для Его нет ничего невозможного И знаете, хочу поделиться с вами свидетельством Которое буквально недавно пришло к нам Одна женщина, которая за много тысяч километров живет от нас Она совершенно в другом городе И она подключилась к прямой трансляции А в это время она сломала несколько ребер И у нее была сильная жгучая боль Невыносимая боль во всем теле И она уже несколько ночей просто не могла спать И знаете, под водительством Духа Святого Она включилась в прямую трансляцию нашего служения И как раз в тот самый момент мы начали молиться За исцеление каждого человека, который нуждается Мы молились за то, чтобы Бог возлюбленным своим даровал сон И этот сон был благословен И она сказала, Господь, я принимаю это мое Я принимаю это исцеление прямо сейчас И ты знаешь, наш Господь Для Него нет преград Он вездесущий И она потом позвонила и говорит Вы знаете, я получила свое чудо исцеления Это была первая ночь после долгих бессонных ночей Когда я спасла И сверхъестественным образом Она получила свое чудо исцеления И знаешь, вера, это есть ожидание Я прошу, чтобы Господь наполнил твое сердце Этой жаждой во имя Иисуса Христа Знай, что Бог, Он хочет прикоснуться к тебе И исцелить тебя прямо сейчас Ты слышишь прямо сейчас Фараон, он говорил Пусть эти лягушки, которые наполнили все мое царство Они уйдут завтра Знаешь, не поступай, как этот фараон Пусть сегодня Для Бога нет ничего невозможного Слушай внимательно, что Дух Святой Он хочет говорить к тебе И Он прикоснется своей исцеляющей силой Для твоего тела От макушки головы До подушвы ног прямо сейчас И мы протягиваем свои руки сейчас К каждому, кто находится у экранов своих телефонов Мартфонов Во имя Иисуса Христа Я прошу тебя, Господь Своим исцеляющим помазанием Прикоснись во имя Иисуса Христа Чтобы всякая немощь, всякая болезнь Она преклонилась перед именем Иисуса Христа Во имя Иисуса И как Иисус, Он проклял смаковницу И она засохла до корня Так мы проклинаем всякий корень и причину Твоей немощи и твоей болезни В твоем теле И говорим засохни Да не будет от тебя никакого плода Мы высвобождаем и развязываем истину Слова Божьего Что ранами Иисуса Христа Ты исцелен Что ран достаточно нашего Господа Иисуса Христа Чтобы тебе получить полноту исцеления Полноту восстановления Полноту освобождения Во имя Иисуса Христа И написано Не воинством, не силою Но духом моим говорит Господь И пусть помазание Исцеляющее помазание Святого Духа Распространяется прямо сейчас Во имя Иисуса Христа И мы сейчас хотим поделиться Еще одним свидетельством Это было в очередной прямой эфир Марафона И наша сестра Она также Несколько болей Несколько дней Мучилась сильными болями В желудочно-кишечном тракте Но знаете Что делает ожидание Потому что вера Это есть ожидание Это есть уверенность в невидимом И она вспомнила Что должен быть прямой эфир на ТБН Что снова есть марафон благословения И она знала, знаете В течение вот всей этой недели Наши молитвенные команды Они не смолкали перед Богом Все 24 часа в сутки Одна команда передает другой команду Этой молитве В посте и молитве Не видя вас Но молясь за каждого из вас Что Бог Чье-то сердце сегодня так нуждается В твоем прикосновении Сегодня люди жаждут ответа от тебя И мы знаем, что ты Бог немолчащий Что ты Бог отвечающий Яви свою славу Яви свою силу в жизни и судьбах людей Во имя Иисуса Христа И она подключилась к этому прямому эфиру И сейчас она дальше продолжит Что же было Вы знаете, 18 декабря 2020 года Это был прямой эфир До этого я две недели Это просто были такие боли Меня как будто бы, знаете, как белье выкручивают У меня выкручивал желудочно-кишечный тракт И днем еще как-то я спасалась молитвой Но ночью я вообще не могла спать И вы знаете, 18 числа меня просто увезли в больницу Просто на машине даже скорую не стали ждать Увезли в больницу и там мне обследовали полностью Взяли все анализы, сделали УЗИ И вы знаете, не поставили никакой диагноз Мне поставили два обезболивающих укола И отправили домой Но я готова была лечь Я взяла все с собой в больницу Я думала, меня будут там как-то лечить И вы знаете, я только переступила порог Своей квартиры И у меня снова начались эти боли Просто стильные боли невозможные Знаете, я просто упала на пол И вы знаете, в 21 столе мне написано Пролился как вода Я просто упала на пол Просто как вода распласталась перед Богом И просто Господь Я просто не понимала Бог, я просто упываю на Тебя Ты можешь сделать, Господь То, что... Знаете, я просто не знаю, как это получилось Но просто в моем разуме включилось Сейчас начался прямой эфир Я позвонила сыну и сказала Подключи меня, пожалуйста И наши ребята, они просто свидетельствовали О том, как Бог поднял их в финансовой сфере Но Бог посылает Слово Свое И Он исцеляет И знаете, я забралась на свой диван Я взяла этот телефон Я просто с телефона вместе С этим Словом Божьим я уснула Я первую ночь спала за две или три недели Вы знаете, утром я встала Как будто ничего не было Никаких болей Бог исцеляющий Бог во имя Иисуса И прямо сейчас во имя Иисуса Христа Мы высвобождаем эту исцеляющую силу Во имя Иисуса Христа И мы говорим, что ранами Иисуса Христа Вы исцелены Во имя Иисуса Господь, приложи прямо сейчас Свой целебный пластырь Господь Во имя Иисуса Христа Господь на того человека Который сейчас очень нуждается Господь во имя Иисуса Ты Бог исцеляющий И мы, Господь, развязываем это исцеление Господь Для каждого человека Во имя Иисуса Христа Вы знаете, была в полном отчаянии Господь Но Бог сделал свое дело Во имя Иисуса Христа И знаете, в этом же 21-м псалме Первый стих Он говорит, что Боже мой Боже мой Для чего ты оставил меня И знаете, у меня в моей жизни Была такая ситуация Хотя я уже 27 лет в Господе Это было, может быть, лет 5 назад Вы знаете, было очень тяжело Один брат Хотя мы все в церкви Я не знаю, какая ситуация у него была Так было ему тяжело Но знаете, он говорил Такую ложь на меня, мне было Вы знаете, я не знаю как Но я просто выбежала Я хотела уйти из церкви Я хотела бросить все Но знаете, на моем пути Оказалась пастор Оксана Я упала просто ей на плечи И знаете, я рассказала Я сказала, что я больше не могу Я всем мешаю Мне нужно уйти И она мне сказала такую фразу Пусть Бог этой ситуации Научит чему-то тебя И я пришла домой И я также просто упала Перед Богом на колени Я рассказала ему всю ситуацию Я написала ему всю эту ситуацию Я написала ему, что я его прощаю За все слова, которые он наговорил Вы знаете Я также просто уснула Но утром Бог мне дал местописание Это Матфея 8 глава 8 глава 26 и 24 стих И там написано Была великая буря И стала великая тишина Вы знаете, этот Бог Он утешил меня Это слово У меня просто было такое отчаяние Но Бог, верный Бог Он верный Бог Взывай к Нему Когда тебе тяжело Взывай к Нему Он обязательно ответит тебе Во имя Иисуса Христа Это слово, оно меня утешило Оно меня снова обновило И вы знаете, на этой же неделе Я встретилась с этим братом Мы поздоровались на улице города И как будто этого не было Я просто благодарна Богу Что Бог такой верный Во имя Иисуса Благословляю вас Во имя Иисуса Христа Искать Его лица Аминь Аминь И мы молимся сейчас За молитвенные просьбы Ирина Шатилова Прошу молиться О разрушении всех проклятий и болезней Нина Помолитесь, пожалуйста За моего сына Диму За исцеление Валентина Молитесь Николай Исцеление после операции Грыжа в животе Гипертония Разрушение родового проклятия Валентина Освобождение от злых духов И мы молимся сейчас Господь, взявшись за руки Господь, как одна семья По всему лицу земли Ты сказал, что один Прогоняет тысячу Но двое прогоняет тьму Во имя Иисуса Христа Мы обликаемся Во все оружие Божье Во имя Иисуса Христа И мы берем меч духовный Который есть Слово Божье И прямо сейчас В духовном мире Мы разрушаем Всякое родовое проклятие Над жизнью и судьбой Этых людей Во имя Иисуса Христа И родные мои Бог сейчас говорит это Слово Тот, кто нуждается В освобождение от родовых проклятий Господь говорит Прощайте Прощайте своих предков Прямо сейчас Говорите в духовный мир Что вы прощаете От всего сердца От всей души Что вы не оставляете обиды Горечи и непрощения В своем сердце А прощая вы их Благословляйте Во имя Иисуса Христа Мы разрушаем Все твердыни лжи Дьявола Над жизнью и судьбой Этих людей Во имя Иисуса Христа И ни одно орудие Направлено против вас Не будет успешный Всякий язык Сосчезующий с вами На суде Мы обвиняем Прямо сейчас Это есть Ваше наследие И оправдание Ваше от Господа Сил Во имя Иисуса Христа И железо И медь Запоры ваши И к огни ваши Да будет умножаться Богатство ваше И нет подобного Богу Израилеву Который по небесам Принесся на помощь вам И во славе своей На облаках Прибежище ваше Бог древний И вы под мышцами Его вечными И Господь Прогоняет всех врагов От лица вашего И говорит вам Истребляй Во имя Иисуса Христа Господь дает сейчас Слово знания Женщина Которая вы сидите Перед экраном Своего телефона У вас уплотнение В левой груди Болезненное уплотнение В левой груди Возложите прямо сейчас На себя свою руку С верой Во имя Иисуса Христа И мы повелеваем Этой попухоли Рассосаться прямо сейчас Мы призываем Кровь Иисуса Христа На каждую клеточку Вашего тела И говорим Будьте здоровы Ранами Иисуса Христа Вы исцелены Во имя Иисуса Христа А человек Вас беспокоит Пупочная грыжа Возложите свою руку На себя Во имя Иисуса Христа Господь Я благодарю Тебя За исцеление Пупочной грыжи Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Бог так быстро дает Слово знания Господи Я благодарю Тебя Во имя Иисуса Христа Человек страдающий гипертонией Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Мы разрушаем Над вашей жизнью Всякое наследственное Приобретенное Проклятие Гипертонии Во имя Иисуса Христа Силой Святого Духа И кровью Анца Во имя Иисуса Мы благословляем Восстановление Всей сердечной Сосудистой Вашей системе И говорим Будьте здоровы Будьте исцелены Прямо сейчас И исцеляющие силы Святого Духа Наполняет вас От макушки головы До подошвы ног Во имя Иисуса Христа Чьи-то коленные суставы А также варикозное Расширение вен А вас Кровопотеки На ногах Уже Многие места Синюшни Возложите свои руки Сейчас на свои ноги Господь Я благодарю Тебя За исцеляющую силу Святого Духа Я славлю и превозношу И величаю Твое святое имя Господь Ты есть Его Рафа Ты есть Господь Бог Целитель Прикоснись Господь Восстанови Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий Доскажет Аминь И вы знаете Сейчас Дух Святой Побуждает Чтобы мы Вместе с вами Подняв свои руки Господу Благословили Израиль И как учит нас Священное Писание Призывайте Имя Господне На сынов Израиля И благословляйте Господи Я благодарю Тебя За каждого сына И дочь Израиля И мы призываем Имя Твое Господь На сынов И дочерей Израиля И благословляем Эту землю И говорим Мир Тебе Израиль Мир Тебе Иерусалим Да благословить Тебя Господь И сохранить Тебя Да презрит На Тебя Господь Светным Лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И пусть Благословение Аврамова Наполнит Жизни Судьбу Каждого Во имя Иисуса Христа Ибо Бог Верен Благословляющий Израиль Будут Благословенные Благословенные Плод чрева Вашего Ваши дети Во имя Иисуса Христа Благословенна Ваша работа Благословенны Все ваши Житницы Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий Да скажет Господу С верой Аминь И воздай Господу Большую Большую Славу И Слово Божье Так же Говорит Нам Псалом 102 5 стих Потрясающее Местописание Подобно Орлу Обновляется Юность Твоя И пусть Это слово Оно Проникнет Внутрь Тебя Что Подобно Орлу Обновится Твоя Юность Бывают Такие Моменты В жизни Орла Когда Его крылья Они становятся Уже Не такими Легкими И гибкими Это старое Оперение Притягивает Его К земле И он уже Не может Так Высь Высь Возвыситься И видеть С высока Те Вопросы И проблемы И знаешь Может быть Ты сегодня Стал Уже более Таким Плотским Человеком И ты знаешь Что Что-то Тяжелое На тебя Нависло И знаешь Орел Уже не видит Так Ясно И четко И так же Его клюв Он Зарастает Вот этими Роговыми Чешуйками И он уже Не такой Острый Его когти Точно так же Уже не такие Острые И он уже Не может Так хватать Свою добычу И знаешь Когда Господь Говорит Что подобно Орлу Обновляется Юность Это точно так же Для твоей Жизни Когда приходит Такой момент В жизни Орла Он Уединяется Он поднимается Высоко В горы И Бог Призывает Тебя К уединению Чтобы ты Точно так же Зашел На эту Гору Господню Вошел Эту Тайную Комнату Чтобы Обновиться Своей Жизни И знаешь Которую Может быть Ты принял Свой Разум Это Ложь И этот Страх Потому что Страх Он гнездится На лжи Дьявола Не покинет Тебя А камень Это Прообраз Истины Чтобы Эта Истина Она Утвердилась В твоем Сердце Во имя Иисуса Христа Потому что Бог Призвал Тебя Не ползать Но Бог Призвал Тебя Летать Потому что Внутри Тебя Есть Натура Орла Чтобы Ты Вновь Расправил Свои Крылья И знаешь Когда Старый Клюв Его Он Уходит Начинает Расти Новый И Он Этим Новым Клювом Начинает Выдирать Старые Перья Из Своей Из Своих Крыльев Точно Так же Бог Говорит Убери Все Старое И знаешь Чему Учит Нас Также Священное Писание Это Ефесянам Четвертая Глава 22 24 Стих Отложить Прежний Образ Жизни Отложить Значит Остановиться Бог Призывает Тебя На Эту Гору Господню В эту Тайную Комнату И Знаешь Это Возможно Для Каждого Чтобы Обновиться Духом Ума Своего Во имя Иисуса Христа И Облечься В Нового Человека Созданного По Богу В Праведности И Святости И Истины И Знаешь Господь Нам Говорит Все Что Не По Вере Есть Грех И Без Веры Угодить Богу Невозможно И Также Вера Приходит Отслышание Слова Божьего И Так Важно Чтобы Каждый Из Нас На Любую Ситуацию Нашей Жизни Чтобы Это Не Касалось Твоих Взаимоотношений В семье Твоего Здоровья Твоей Работы Очень Важного Выбора В твоей Жизни Твоей Женить Б Важно Получить Слово От Самого Бога И Вера Приходит От Слышания Этого Слова И Помнишь Как Бог Говорил Пророку Ильи Когда Он Уже Такой Уставший Гонимый Своим Страхом Духом Изовели Бог Говорил Ему Не в Сильном Ветре Не в Заме Трясении Но в Тихом Веянии Когда Внутренность Твоя Она Успокаивается Перед Богом И Ты Готов Услышать То Слово Которое Именно Для Тебя В моей Жизни Был Такой Момент Когда Я Очень Сильно Переживала Я Огорчалась Я Видела Что Он Делает Неправильные Поступки Говорит Неправильные Слова И Знаешь В этот Момент Дьявол Рисовал Мне Такие Картины Что Может Быть С С С С С С Я Понимала Что Мои Огорчения Расстройства Беспокойства Этот Страх Не Может Изменить Ситуацию А Наоборот Ухудшает Эту Ситуацию И Слава Богу Что Бог Один На Один Простиралась К Нему И Говорила Господь У меня Неправильное Видение Ты знаешь У меня Искаженное Видение Покажи Мне Как Ты Видишь Моего Сына Я Нуждаюсь В Твоем Слове Даруй Слово От Тебя Господи Чтобы Мне Стоять В Вере И Бог Реагирует На Веру И Знаешь Господь Он Ответил Он Дорвал Внутрь Меня Совершенно Новый Образ Моего Сына Он Дал То Слово На Которое Я Могла Твердо Опереться И Встать И Он Не Замедлил Потому Что Вера Есть Уверенность В Невидимом В Мое Сердце Булькнула Эта Уверенность Сначала Как будто Не Было Никаких Перемен Но Знаешь Этот Непоколебимый Духовный Закон Что Вера Есть Уверенность В невидимом В моем Сердце Была Непоколебимая Уверенность В том Что Говорит Бог То Тот Новый Образ То Новое Видение Которое Я Получила От Самого Бога Начал Притворяться В Жизнь И И Знаешь Бывают Такие Моменты Что Может быть Опять Ты Где-то Что-то Утерял И Бог Говорит Обновляйся Духом Ума Своего Взайди На гору Господне Может быть Сегодня В чьих-то Семьях Вы Говорите Мы Потеряли Любовь Друг Ко-другу Мы Охладили Знаешь Источник Любви Бог Источник Любви Бог И Потеря Любви Это Потеря Близких Взаимоотношений С Богом И Опять Господь Говорит Я хочу Обновить Тебя Возвратить Тебя К первой Любви И к Самому Богу И к Твоим Близким И Родным И это Только Тогда Когда Ты Близко Соединяешься С Богом В Его Тайной Комнате И Получаешь Слово От Него И мы Протягиваем Свои руки На твою Жизнь И мы Просим Тебя Господь Вот Тот Кто Сейчас Слышит Это Слово Привлеки На эту Гуру Господню Привлеки В эту Тайную Комнату Во имя Иисуса Христа И говори К этому Сердцу Даруй Слово От Тебя Даруй Ответ От Тебя Господь Во имя Иисуса Христа Чтобы Это Слово Было Живым И Действием Жизни И Судьбе Каждого Человека Во имя Иисуса Христа Чтобы Это Слово Было Подобно Молоту Который Разбивает Все Твердыни Лжи Дьявола В разуме Каждого Человека Во имя Иисуса Христа Чтобы Это Слово Как Меч Бою Да Острый Мог Проникать До Разделения Души И Духа Составов И Мозгов И Судить Все Намерения И Помышления Сердечные Чтобы Не Быть Плотским Человеком И Душевным Человеком Который Не Принимает Того Что Есть От Духа Божьего Во имя Иисуса Христа И Мы Сейчас Знаете Хотим Поклониться Этой Песней Раскрой Мои Крылья Орла Мой Ясный Взор Обнови Это Пророческая Песня Один Наш Брат Слава Шибко Когда Он Находился Можно Сказать В таком Унынии И Депрессии Он Начал Взывать К Богу И Бог Даровал Ему Эту Песню Пусть Эта Песня Станет Благословением Для Тебя Чтобы Ты Принял Что Подобно Орлу Обновляется Юность Твоя Во имя Иисуса Христа Аминь Принимай Принимай сейчас Святого Духа Раск Раскроем Раскрой Мои крылья Орла Мой ясный взор Обнови Хочу Но взлететь Над землей Ты силы мои Подкрепи 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 Потоками Ветра С небес Над грешной Землей Вознеси Чтоб Дух Мой Орлины Воскрес Чтоб Сердце Забилось Други Мой Господь Подними 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 Дай мне Силы В крылья Мои Я скучаю По солнцу Я жажду Небес Я не выживу Без высоты Моя жизнь Это небо Я сожнал Лететь Ненавижу Бежать На земле Свою песню Орла Мне так хочется Спеть Боже мой Я взлетаю К тебе Раскрой Мои Крылья Орла Мой Ясный Взор Обновить Хочу Вновь Взлететь Над землей Ты Силы Мои Обновить Господь Моя Сила И Жизнь Господь Креп Под Жизни Моей Я не умру Буду Жить И Дух Мой Местницы Своей Мой Господь Подними 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 Дай мне силы Крылья Твои Я скучаю По солнцу Я жажду Небес Я не выживу Без высоты Моя Жизнь Это небо Я создан Лететь Ненавижу Лежать На земле Песню Орла Мне так хочется Спеть Боже мой Я взял И Тебе Поднимите Боже мой Боже мой Я не выживу Боже мой Я не выживу Боже мой Слышу Я не выживу Боже мой Я не выживу Боже мой Я не выживаю Лететь Ненавижу Лежать На земле Свою Песню Орла Мне так хочется Спеть Боже мой Я взлетаю Тебе Аллилуйя Слава Господу Субтитры создавал DimaTorzok